Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Татьяна Ионкина. В ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Утром мусор забирают, машина стоит. Это уборщики мимо их машин таскают эти коробки. Очередное заседание административной комиссии. Деревенские посиделки в историко-краеведческом музее. Хор Ваоламского монастыря выступил в Десногорске. В областном центре задержали яйца метателя. А теперь об этих и других событиях подробнее. В областной закон о государственных должностях и о государственной гражданской службе будут внесены изменения. Нормативный документ приводится в соответствии с указом президента Российской Федерации о квалификационных требованиях к этой категории госслужащих. Изменения направлены на уточнение исчисления стажа службы и работы по специальности, а также уровня подготовки госслужащих. Депутаты поддержали также проект изменений в областной закон о сроке полномочий представительных органов и о порядке избрания глав муниципальных образований. Смоленщина вольется в единое информационное пространство поддержки принятия управленческих решений. О сотрудничестве в единой сфере с одной из крупнейших компаний на рынке информационных услуг обсудили 14 марта в администрации области. Единый информационный ресурс позволит оптимизировать работу в сферах госфинансов и госзакупок. В образовании, здравоохранении и культуре, в управлении многоквартирными домами и коммунальной отрасли. Предусмотрено повышение квалификаций специалистов и онлайн-поддержка. Еще одно направление сотрудничества с медиагруппой позволит включить региональные материалы по поддержке малого и среднего бизнеса в федеральную электронную систему. 14 марта административная комиссия рассмотрела 15 протоколов. Какие решения были приняты, мы расскажем в нашем первом сюжете. За прошедший период было зафиксировано административных правонарушений по трём статьям областного закона. По статье 27 нарушения тишины и спокойствия граждан в ночное время было составлено семь протоколов. По четырем из них комиссия вынесла предупреждение. Трёх десногорцев за громкую музыку ночью наказали штрафом по одной тысяче рублей. Парковка в неположенном месте по статье 17.4 считается нарушением благоустройства территории города. По этой статье закон не предусматривает предупреждения. Наказанием является штраф от трёх до пяти тысяч рублей. Комиссия рассмотрела четыре протокола. Двух нарушителей наказали штрафами по три тысячи рублей. Ещё по двум протоколам было наложено наказание в виде штрафов по четыре тысячи рублей. Статья 32 областного закона запрещает торговлю в неотведённых местах и влечёт серьёзное наказание в виде штрафа от пяти до десяти тысяч рублей. Комиссия рассмотрела четыре протокола. По ним было принято решение двоих торговцев цветами наказать штрафом в три тысячи. Двое заплатят штрафы по четыре тысячи рублей. За минувшую неделю в Смоленской области полицейские зафиксировали 710 случаев, когда смоляне принимали горячительные напитки в общественных местах. В управлении МВД напомнили, что такое правонарушение карается административным штрафом в размере от 500 до полутора тысяч рублей. Любители охоты с первого апреля смогут начать охоту на боровую водоплавающую дичь. Губернатор Смоленской области подписал указ. В охотничьих угодьях региона можно будет выслеживать дичь до 10 апреля. В проекте антитабачной концепции 2017 года внесены изменения. Из документа убрали запрет на продажу сигарет, родившимся после 2015 года, и определенные ставки акцизов на сигареты. В нем также говорится о размере налога на розничную торговлю электронными сигаретами. Изменится налоговая нагрузка на табачные организации, а электронные сигареты теперь приравняют к обычным. Расширен список мест, в которых будет запрещено курить. Новая версия документа будет разослана в ведомство для согласования. Школьников Десногорска в историко-крывеческом музее познакомили с обычаями и традициями деревенских посиделок. Подробности в нашем сюжете. 14 марта на мероприятие в музей пришли ученики 2-го класса 1-й школы. Посиделки прошли в уютной горнице, в которой бережно хранится быт крестьянского народа. Это прялки, сундуки, самовар, веретено и различная посуда. Ребят привечала суетливая хозяюшка. Для каждого у нее нашлось и местечко, и словечко. Ты один будешь, давай туда громко. Я хочу спеть, плетать. А она посидела, что хоть бы в гости пригласили. Все бы нас, мы девочки. Девицы с молодцами перебросили с частушкой, посоперничали в потехах и забавах, проявили смекалку, посостязались в уме, ловкости, сочиняли и разыгрывали сказку. В завершении мероприятия и скушали хозяйки на угощение хлеб. Мне понравилось, как мы частушки пели, как отгадывали загадки. Потом мы там, одна девочка хватала, ухватом, мы отгадывали загадки, танцевали, играли в колечко-малечко. Очень интересно. А что больше всего заполнилось? Мы танцуем, то, что сидели хорошо в старину, и то, что частушки там пели, и танцевали хорошо очень. Мне очень понравилась игра колечко. Мы все плясали, танцевали, много чего нового узнали. Подобные мероприятия для десногорских ребят сотрудники музея организуют ежегодно. Мы хотели познакомить наших детей с традициями, обрядами, чтобы они узнали, как раньше в старину проводили все свое свободное время, как в старину играли, веселились, чем занимались в свое свободное время. Хочется верить, что деткам это все нравится, и мы будем очень рады, если они всегда будут к нам приходить в наш историко-краевический музей. А мы будем их радовать, пополнять нашу экспозицию. Благодаря таким небольшим играм-праздникам юные десногорцы будут знать и помнить исконно русские традиции и историю своего народа. В пресс-службе МЧС сообщили, что в целом на территории региона выгорела трава на площади около пяти гектаров. Пожарные больше десятка раз выезжали на тушение возгораний в области. Только 14 марта пожарная охрана выезжала на тушение полей четыре раза. Как отмечают специалисты, небрежно брошенный окурок или спичка детская шалость в сухую погоду, которая установилась в регионе, могут стать причиной серьезного пожара. И еще к предыдущей информации. Видеозапись с крупным пожаром в поселке Верхнеднепровский Драгобургского района попала в сеть интернет. 14 марта утром в начале 10-го на улице Седова загорелось здание площадью около тысячи квадратных метров. Постройка выгорела изнутри по всей площади. По официальной информации МЧС, горело бесхозное строение. Пожар был ликвидирован. Пострадавших в происшествии нет. 23 апреля в культурно-досуговом центре Губернский пройдет областной конкурс красоты. 16 смолянок будут бороться за главный титул и приз 50 тысяч рублей. Зрителей ждут шоу программы, известный столичный ведущий, розыгрыш призов. Победительница конкурса представит Смоленскую область на всероссийском конкурсе красоты в Москве. 13 марта в Цессоне-3 на Смоленской атомной электростанции выступил прославленный коллектив мужского хора Вааламского монастыря. Подробности в нашем сюжете. В этот вечер в зале Нитрино не было свободных мест. Особенная искренность, высочайшее мастерство и редкие голоса просто покорили десногорских зрителей. В состав валаамского хора входят не священнослужители, а профессионалы. Заслуженный артист Республики Карелия, заслуженные артисты России, солисты Мариинского театра и Большого академического. Все они лауреаты международных конкурсов. Артистов этого хора называют искорками валаама, которые зажигают свет обители в сердцах слушателей. Десногорцы в исполнении хора услышали не только духовную музыку, церковные песнопения разных стран, но и песни военных лет, в том числе и малоизвестные песни Первой мировой. Благодарные слушатели Атомграда приветствовали артистов бурными аплодисментами. Чудодейственное песнопение вы услышали сегодня на этой сцене. И позвольте мне от вас, уважаемые десногорцы, все, кто присутствует в этом зале, поблагодарить этот чудесный коллеги в хор Валаамского монастыря за их чудесную программу музыкальную, которую они нам сегодня подарили здесь в Десногорске, и сказать им огромное наше человеческое спасибо. В завершении концертной программы десногорцы вместе с артистами стоя исполнили знаменитую «Катюшу». На российско-белорусской границе задержали более 13 тонн охлажденной говядины. Подозрительное мясо следовало из Белоруссии в Оренбург. Сопроводительные ветеринарные сертификаты вызвали у таможенников сомнения в подлинности. На говядине были срезаны клейма, обязательные при ввозе данного типа продукта. В данный момент решается дальнейшая судьба груза. Ведутся дополнительные проверки. В центре Смоленска задержали гражданина, который нарушал общественный порядок. За какие противоправные действия он задержан, мы расскажем вам прямо сейчас. Вечером 12 марта в дежурную часть 1-го отдела полиции Смоленска поступило сообщение от сотрудников охраны областной администрации о том, что неизвестный бросал куриные яйца во входную дверь. На месте происшествия сотрудники полиции задержали нарушителя. Им оказался житель Смоленска 91-го года рождения, студент одного из вузов. Как пояснил молодой человек, он не просто хулиганил, а выражал протест. Вышел из магазина, жил рядом, и решил так выразить свой негатив администрации города Смоленска. А чем недоволен? Ну, что дороги плохие, что дом глупо не мы, ходали ветерочек. Ну, многое, то, что вижу, то, что в центре происходит, это не очень нравится политикам нашей администрации. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Выпивал он тоже не без повода. А вы выпивали с какой-то, в таком большом количестве? У меня выходной был бы общий на свадьбе. А по этому поводу вы решили напиться и сделать вот такой вот акт? Ну, акт решил, я как бы рядом живу, это не было спланированное что-то, что я ехал. Вышел из дома, зашел в магазин, не донес. Хулиган заверил, что на такой шаг его подтолкнула исключительно любовь к родному городу. В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Мелкое хулиганство». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административного ареста на срок до 15 суток. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин